Гомельский областной госпиталь В 1944 году после освобождения города его передислоцировали в Гомель Уже через три года госпиталь был награжден переходящим красным знаменем Министерства здравоохранения СССР и назван лучшим в Союзе У нас проходит лечение ветеранной войны, участники войны, лиц собирая по льготам к этой категории граждан В год проходит лечение более 2000 человек льготной категории И мы стараемся для этих категорий людей создавать более комфортные условия Палаты все с санузлами, они отремонтированы И стараемся их размещать на первом этаже, потому что они немножко мобильность уже не такая у них активная Валентина Сукунова узник фашистского концлагеря О проведенном за колючей проволокой времени вспоминать не любит И дай бог кому-то испытает такое Правда, несмотря на все пережитые тогда ужасы, сегодня женщина явно относится к числу оптимистов Во всяком случае с работниками госпиталя предпочитает говорить о чем-то положительном Хотя и признается, прошлое отразилось на здоровье не лучшим образом Очень хорошее отношение, я уже здесь не первый год, а я вот тут, наверное, году 15, если не больше Очень хорошее, хорошее Относятся хорошо, лечат хорошо Еще одно учреждение, созданное для ветеранов Великой Отечественной войны в Гомельской области Дом-интернат Васильевка В эти дни здесь готовится к празднованию 75-летия освобождения Беларуси На 8 мая запланирован концерт 9-го проживающие посетят деревню Калинина, где примут участие в вахте памяти возле памятника погибшим воинам Впрочем, поехать туда смогут не все Ветеран Великой Отечественной Александр Радостин, скорее всего, останется в Васильевке В 1943 году, уже в 15 лет, его призвали на работу в депо по ремонту паровозов в Нижегородской области Для того, чтобы заменить уходящих на фронт взрослых мужчин Он и сегодня помнит лозунг, висевший тогда в цеху «Железные дороги – железную военную дисциплину» Вот они вдвое будут работать на ремонт паровозов Мы, говорит, у них из бригады уберем 4 человека А они вдвое будут работать за 4 Согласен? Ну, что сказать? Согласен? Да Многих из людей, собравшихся накануне Дня освобождения Беларуси Библиотеки Дома-интерната для ветеранов войны и труда «Васильевка» Можно назвать детьми войны Они не принимали непосредственного участия в боях Однако их память и сегодня сохраняет подробности, о которых хотелось бы забыть Мать Натальи Мигдальонок готовили стать подпольщиком в случае сдачи Москвы В какое-то время такой вариант не исключался А пока девушка копала окопы и сбрасывала с крыш зажигательные бомбы Правда, заслуженная награда пришла к ней уже после смерти Сегодня она хранится на стенде памяти Дома-интерната Основная часть этой экспозиции – награды и личные вещи Участников и ветеранов Великой Отечественной войны В разное время проживавших в этом учреждении Я эту медаль забрала, когда мы сюда приехали Я предложила библиотекарю нашему, что вот есть такая медаль Если хотите, можете поместить ее где-то на стенде Потому что я считаю, что за оборону Москвы это ценная медаль Сегодня в Гомельской области проживают 950 ветеранов Великой Отечественной Большинству из непосредственных участников боев уже за 90 Они вспоминают о пережитом и при этом часто плачут Даже мужчины, вышившие в той войне, сегодня часто бывают сентиментальны Они действительно многое пережили Практически каждый день был наполнен опасностью Военные будни – это когда опасность даже там, где, казалось бы, все должно было быть хорошо Нас в лесу положили, то есть отдыхать надо временно До утра, чтобы дальше двигаться Прошли и легли спать Ну, наверху же не будешь лежать Надо внизу стрелять, так, может, и так И мы утром, ну, не как утром, а когда же подъем Дали команду подниматься Ёлки-палки, а мы в воде лежим А как мы лежали? Двое Шинель положили под низ, а второй шинелью накрываемся И поднялись полностью в воде Подхватили сюда-туда и стройка, и опять пошли В историю Великой Отечественной наш регион вписал много героических страниц Но цена победы для него оказалась очень велика Более тысячи деревень повторили судьбу Хатыни С фронта домой не вернулись 40% мужчин в возрасте от 18 до 35 лет Сегодня, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой, об этом нужно обязательно помнить Скажем, многие зарубежные школьники в тех же Соединенных Штатах считают, что войну выиграли Соединенные Штаты, помогли англичане Победили они немцев и русских, а под русскими это и белорусы, и украинцы, и казахи, и киргизы, все То есть все стонародовые национальности, которые принимали участие в этой войне И при том, что как бы не учитываются факты, что 70% живой силы и техники противника фактически было уничтожено на Восточном фронте В истории надо относиться с уважением и победу, которую завоевали наши деды и прадеды Мы стараемся не отдать никому на откуп Мы этим занимаемся и будем заниматься и отстаивать действительно историческую правду Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко, Новости недели